здравствуйте сегодня я хочу рассказать про обращение в конституционный суд шалобы к нам что-то больно часто стали поступать вопросы по поводу конституционного суда но все они сводятся к тому что люди не только не готовы обращаться к ним но еще не до конца понимают когда это можно делать если вы нашли какой-то дефект в законе на ваш взгляд это не означает что ваше право нарушено и вы можете обращаться в конституционный суд у нас есть федеральный закон конституционный о конституционном суде российской федерации исходя из названия этого закона первое что стоит уяснить то что фраза конституционный суд российской федерации все слова пишутся с большой буквы до слова суд пишется тоже с большой буквы и чтобы ваша жалоба выглядела прилично хорошо бы писать в шапке именно так с больших букв второе что следует понять исходя из этого закона статья 96 федерального конституционного закона содержит себе описание когда возникает право на обращение в конституционный суд так вот право на обращение в конституционный суд у граждан и организации возникает когда в рамках рассмотрения спора был неправильно применен закон это означает то что не просто должно быть какой-то на ваш взгляд дефект закон а то что должен быть спор а то есть должен быть суд в рамках которого это конкретная статья которой вы недовольны была применена неправильно или была времена так что было произошло ущемление ваших конституционных прав допустим право на судебную защиту соответственно когда возникает право право возникает когда у вас есть спор и вы прошли все четыре судебные инстанции да то есть последняя станция должен быть верховный суд который также должен не исправить указанный недостаток вами и вот тогда уже у вас возникает право на обращение в конституционный суд при этом срок на обращение в конституционный суд исчисляется исходя из последнего судебного акта дата последнего судебного акта которая была вынесена поэтому если вы просто так считаете что в конституционный суд я написал и он все исправит нет это не так до этого момента нужно постараться и поработать во всех четырех инстанциях и идеальным моментом в таком случае является привлечение юриста как минимум на последнюю инстанцию потому что юристу необходимо быть в предмете и это достаточно тяжелая работа когда тебе нужно понять что происходило на всех четырех инстанциях и написать жалобу что все четыре инстанции допустили ошибки это как бы не очень здорово выглядит и получается так что человек который будет писать жалобу если это не тот же юрист который вел ваше дело он будет изучать все с нуля и конечно это тяжелая работа получается более тяжелая поэтому если вы намерены идти в конституционный суд определитесь юристом который имеет опыт представительства в конституционном суде при этом такой юрист должен обладать статусом адвоката поскольку у нас адвоката допускается для представительства в конституционном суде соответственно если вы намерены попасть конституционный суд со своей проблемой я бы рекомендовал изначально привлекать адвоката на первые четыре инстанции и с этим же адвокатом идти в конституционный суд да конечно мы можем написать жалобу и не участвуя во всех четырех инстанциях но оптимальным случаем как раз будет именно работа и в суде общей юрисдикции по вашему вопросу и представительство конституционном суде последующие вот поэтому не так просто попасть конституционный суд нужно перед этим поработать и конечно же стоит обращаться в конституционный суд когда у вас есть нарушенное право нарушенное право должно подтверждаться именно упоминанием той статьи на которую вы жалуетесь в судебном акте то есть суд используя конкретную статью применяет ее неправильно или применяет так что ваше конституционное право ущемляется мы по данной теме консультируем на своем форуме ссылочка на форум будет в описании к данному видео ну а на этом ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо